Девушки отдыхают И он пытается заигрывать с этой черепахой, но черепаха очень агрессивно к нему относится И черепаха нападает на кота Сейчас мы поговорим о поведенческих потребностях и о том, какая клиника считается комфортной для кошек Почему мы говорим о клинике комфортной для кошек? Потому что это позволит нам лучше обращаться с кошками, лучше лечить кошек То есть кошки будут лучше себя вести не только во время консультации, но и при госпитализации И это очень хорошо с точки зрения владельцев Потому что в этом случае кошки будут быстрее выздоравливать, будут быстрее возвращаться домой И это очень хорошо с точки зрения ветеринарного врача Потому что если владельцы видят, что к их животному относятся осторожно, бережно, со вниманием То они с большей вероятностью не уйдут из вашей клиники и станут вашими постоянными клиентами И эта идея стала настолько популярной в Великобритании Что сейчас те клиники, которые приняли эту идею и начинали работать именно вот так Сделали свои клиники комфортными для кошек Часто специализируются на работе именно с кошками и принимают именно кошек И владельцы платят большие деньги за обслуживание в таких клиниках Но тем не менее идут именно туда Более того, мы видим клинические преимущества В прошлом году мы провели исследование по тому, сколько анестетиков требовалось животному в зависимости от его уровня стресса И мы выяснили, что тот протокол, который я вам расскажу сегодня во время выступления Снижал стресс у животного и снижал потребность анестезии Когда перед нами оказывается вот такая кошка То, о чем мы думаем, это как с ней обращаться, мы хотим ее осмотреть Но необходимо понимать, что то, насколько просто будет осмотреть животное Зависит во многом не только от нас Зависит от того, каким образом животное было доставлено в клинику То есть здесь все начинается еще дома у владельца перед перевозкой животного в клинику Кошка, которая будет просто осмотреть Это кошка, которая сама добровольно зашла в контейнер для перевозки Которую было просто поместить в контейнер для перевозки Текущая презентация имеет две основные части Первая говорит о поведенческих потребностях кошек И вторая о том, как учитывать эти поведенческие потребности Для того, чтобы сделать свою клинику комфортной для кошек И насколько я понимаю, сейчас в России кошка, как домашнее животное, становится более распространенной, чем собака То есть кошек, как питомцев, больше, чем собак И, соответственно, возможно, вам стоит обратить на это особое внимание Поскольку это большинство ваших будущих пациентов Давайте начнем с разговора о поведенческих потребностях Вот то, что необходимо каждой кошке Это безопасность Это предсказуемое окружение Это какая-то мера контроля над тем, что происходит с кошкой И выбор Выбор места, где спать Выбор туалета И мы пройдем по всем этим четырем пунктам И начнем с того, что дает животным ощущение безопасности И хотя сегодня мы будем говорить именно о кошках Мы начнем со сравнения кошек и собак Для того, чтобы показать, какая разница в источниках ощущения безопасности для тех и других животных Для щенка источники безопасности Это, во-первых, его физическая среда обитания Это его семья, то есть его родители, щенки, его помета И социальное окружение, другие собаки, которые его окружают И люди становятся частью его социального окружения То есть щенок воспринимает человека как часть своего социального окружения По мере взросления щенки перестают так сильно полагаться на семью, на родителей, на своих сиблингов И основным источником ощущения безопасности становится его социальная группа Именно поэтому, по мере взросления, щенок все больше и больше зависит от человека И полагается именно на человека в оценке того, как себя вести, что делать И в этом собаки очень сильно отличаются от кошек Потому что если сравнить их, допустим, с котятами, у которых вначале те же самые три источника ощущения безопасности Это их среда обитания, это их семья и социальное окружение По мере взросления основным источником ощущения безопасности Становится именно физическая окружающая среда, их территория Многие кошки — это абсолютно индивидуальные животные Индивидуалисты, которым не нужна социальная среда для того, чтобы чувствовать себя в безопасности Посмотрите, как это влияет на поведение Представьте себе, что вот щенок и он в присутствии своих хозяев Которых он воспринимает как свою базу безопасности, источник безопасности Когда собака находится в присутствии своих хозяев, то какие признаки поведения она проявляет? Она исследует обстановку И собака склонна играть, она будет играть со своими владельцами Она может играть с другими собаками, даже с другими незнакомыми людьми Собака будет вступать в социальные контакты При этом уровень страха у собаки будет низкий И желание воссоединиться с хозяином не будет сильно выражено Потому что хозяин и так присутствует И вот сама эта концепция базы безопасности Она появилась в исследованиях, которые проводили с детьми Если поместить маленького ребенка в незнакомое ему помещение Заполненное незнакомыми людьми, но при этом присутствуют его родители То ребенок будет взаимодействовать с незнакомыми для него людьми Часто примется играть с игрушками, которые доступны Или пойдет осматривать помещение Но если родитель уходит, то внимание ребенка моментально перемещается На необходимость воссоединиться с родителем То есть появляется тревожность, появляется страх И необходимость воссоединиться с родителем И абсолютно то же самое мы видим у собак Если вот эта база безопасности, то есть люди, с которыми у собаки установлена связь Уходят То у собаки сразу же меняются приоритеты Собака уже гораздо менее заинтересована в исследовании обстановки Она перестает быть игривой и не хочет вступать в социальные контакты Повышается уровень страха и тревожности И у собаки появляется желание воссоединиться с владельцем Вернуться к владельцу Можете попробовать то же самое на своей собаке Проверьте Я на самом деле часто это показываю со своей собакой Я привожу ее на свои лекции И показываю это наглядно Если бы он сейчас был здесь, то он бы бегал сейчас по рядам Со всеми знакомился, у всех выпрашивал пищу, пытался что-нибудь утащить Со всеми заигрывал бы Но если бы я вышел из комнаты, он сразу же подошел бы к двери и тихонечко сел И в каком-то смысле то же самое происходит и с кошками, но по-другому Потому что для них источник ощущения безопасности, база безопасности в другом Помните, что для кошки ощущение безопасности создает присутствие на ее собственной территории Соответственно, можно сделать выводы, что если кошку забирают с ее собственной привычной территории То она ведет себя примерно так же, как собака, у которой ушел хозяин И именно это мы и наблюдаем И поэтому, если кошка попадает к вам в клинику А вы хотите, чтобы с кошкой было просто обращаться Чтобы она была послушной Чтобы было просто смотреть Необходимо помнить, что кошка уже находится в состоянии стресса Просто потому, что ее увезли с ее знакомой родной территории То есть не только увезли с ее собственной территории, с ее базы безопасности Но кроме того, подвергли достаточно большому стрессу Пугающим разным событиям Возможно, кошка видела других животных, собак, других кошек То есть весь этот процесс, когда кошку берут и помещают в контейнер для перевозки Затем на машине или на такси везут в клинику Затем владелец ждет с кошкой некоторое время в приемной В помещении, где могут находиться другие животные Причем не только кошки, но и собаки Затем кошку приносят в комнату для консультации или в процедурную Осматривают ее, осматривает незнакомый человек Все это источники стресса для животного Подводя итоги, хочу сказать Что кошки привязаны к своей территории, к своему окружению И вот это привычное окружение, привычная обстановка должна удовлетворять все потребности кошек То есть кошка не ждет, что человек удовлетворит ее потребности Она ждет, что все эти потребности будут удовлетворяться за счет среды И соответственно перемещение со своей привычной территории вызывает стресс Как только кошка покидает свою территорию, она находится в стрессе Теперь давайте поговорим о предсказуемости И для снижения уровня стресса есть два важнейших фактора, которых я думаю вы знаете Это предсказуемость и контроль Если мы можем предсказать, что с нами произойдет То мы можем к этому подготовиться И это снижает уровень стресса Если мы можем повлиять на то, что с нами произойдет И может быть избежать стрессовых событий То это снижает уровень стресса еще дальше И поэтому важно понимать, что да, собаки тоже оказываются в неблагоприятной для них обстановке Когда на них действуют стрессовые факторы Но собака может, скажем так, обратиться к человеку или к другой собаке И за счет этого снизить стресс То есть за счет взаимодействия с социальным окружением собака может снизить стресс Но для кошки гораздо сложнее Если окружающая обстановка, к которой они привыкли Становится вдруг непредсказуемой То кошке это вынести гораздо тяжелее Я расскажу вам о результатах нескольких исследований Того, как непредсказуемые изменения в окружающей обстановке влияют на кошек Вот группа кошек, которые живут в лабораторных условиях, в питомнике В данной группе было 8 самцов и 8 самок Всего 16 животных У каждого индивидуальная клетка И в начале исследования для всех кошек создали привычные условия в течение 10 дней Они привычные в том смысле, что каждое утро в 9 часов клетки убирались Что доступ к корму был не ограничен За ними ухаживали всего несколько человек Которые регулярно с ними разговаривали, брали их на руки и так далее И после такого 10-дневного исходного периода Затем кошек разделили на две группы В каждой по 4 самца и 4 самки И в одной группе сохранили все те же самые условия Регулярная уборка клеток Тот же самый режим кормления Те же самые люди ухаживали за кошками А другой группе условия изменили В частности, изменили режим кормления Вернее, сделали кормление совершенно не по режиму Кормили в произвольное время Непредсказуемое Нерегулярно убирали клетки В какой-то день чистили клетку 2 или 3 раза Некоторые дни пропускали вообще И нерегулярные контакты с людьми К ним всегда приходили незнакомые им люди И приходили только для выполнения определенных процедур Или манипуляций Кошку забирали из клетки И, допустим, мерили ей температуру Или проводили какую-то другую процедуру И мы мерили уровень кортизола в моче этих животных И вы видите, что на протяжении первых десяти дней Различие между группами Совершенно незначительные Но через четыре дня после разделения групп Когда у одной группы сохранились привычные условия А на другую группу воздействовали различными факторами Уровень кортизола в моче Сильно разнится К седьмому дню та группа Окружающая себя, которая стала непредсказуемой Испытывает сильный стресс И это видно через повышенный уровень кортизола в моче И хотя это было исследование в лабораторных граничных условиях На самом деле мы симулировали то, что происходит с кошками При помещении в ветеринарную клинику Особенно в стационар Это также аналогично ситуации Когда владельцы животного уезжают куда-то И оставляют животное дома И просят соседа присматривать за ним То есть здесь проблема не в том, что кошка скучает по владельцу Что кошка очень привязана к владельцу Возможно, просто отсутствие привычного человека И появление незнакомого человека Нарушает привычное течение жизни для животного Я очень люблю свою кошку И когда я уезжаю, жена пишет мне смс-ки Что кошка так по тебе скучает Везде тебя ищет Но я знаю, что на самом-то деле это, конечно, не так Да, я нравлюсь своему коту Мы с ним играем Я даю ему разные вкусняшки То есть я для кота источник удовольствия Но это не означает, что кот привязан ко мне настолько Насколько, допустим, привязана собака Поэтому, когда я завтра приеду домой Я знаю, что жена мне будет рассказывать о том, как он по мне скучал Кот А кот на самом деле никак это не проявит Я говорил о том, что при непредсказуемом изменении условий содержания У кошек повышается уровень стресса И, соответственно, повышается уровень кортизола в моче Но мы также знаем, что их адреналиновая система становится гораздо более чувствительной И, в принципе, вырабатывает больше кортизола на каждый стрессовый стимул И очень важно об этом помнить Если животное, если кошка находится у нас в стационаре длительное время Потому что если мы берем только обычный анализ Допустим, смотрим уровень глюкозы крови Вот такие животные дают отличные от нормальных результаты И мы можем интерпретировать результаты неправильно Нам может показаться, что животное болеет Несмотря на то, что оно просто испытывает стресс И если, допустим, кошка получила травму Допустим, кошку сбила машины Или кошка получила травму конечности Такая травма будет гораздо дольше заживать Когда животное в стрессе Поскольку кортизол будет мешать заживлению Я хочу показать вам результат аналогичного исследования Где проверяли воздействие условий содержания на поведение кошек Потому что действительно условия содержания очень сильно влияют на поведение кошек И, соответственно, отражаются в проблемах поведения С которыми обращаются владельцы В данном исследовании было 6 кошек и 6 котов Они все задержались в отдельных клетках Но днем их выпускали на общую территорию Где они могли взаимодействовать друг с другом Кошки все содержались в помещении Но при этом освещение помещения было запрограммировано 12 часов света, 12 часов темноты И температура в помещении была постоянной На уровне 22 градусов Цельсия У кошек был неограниченный доступ к корму И с кошками общались только знакомые им люди Ограниченное число людей Затем в исследовании стали менять условия окружающей среды Разные факторы Допустим, освещение Иногда световой день длился у них дольше Иногда темнота длилась дольше Затем непредсказуемо менялась температура Иногда помещение становилось слишком жарким Иногда слишком холодным И на самом деле примерно с этим же сталкиваются домашние кошки Которые живут в квартире По крайней мере, если не у нас в квартире, то у них в домах Потому что у них отопление программируемое И многие владельцы программируют отопление так, чтобы тепло в доме было в те периоды, когда там находятся люди А когда люди уходят на работу, температура в доме опускается То есть пока владелец дома, дома тепло Затем владелец утром встал, ушел на работу И отопители отключились И дом остывает И все это запрограммировано так, что отопление включается перед возвращением хозяина с работы И, соответственно, хозяин возвращается в теплое помещение А вот кошка живет в помещении, где то тепло, то холодно Ночью вроде бы тепло Потом днем внезапно становится холодно Потом опять тепло И если говорить об освещении, световой день тоже меняется Мы говорим, что в Великобритании зимой светлеет примерно в 9 часов утра И светло остается до 4-5 часов вечера И, конечно, кошка живет в естественном освещении В каком-то смысле Но, когда возвращается домой владелец Он первым делом, естественно, включает свет Допустим, в 5 часов стемнело Владелец вернулся после 6-ти Сразу включил свет И свет включил, естественно, яркий И свет остается ярким до того момента, пока владелец не ляжет спать После чего свет внезапно выключается до полной темноты Кроме того, постоянно приходят какие-то новые люди Часто владелец может попросить своего друга или соседа Прийти покормить животное Если он сам не успевает вовремя покормить животное И, кроме того, среда с непредсказуемым уровнем шума Днем было тихо, никаких шумов Потом владелец возвращается домой И включает, допустим, боевик И, соответственно, вот те изменения в условиях содержания Которые мы искусственно применили в лабораторных условиях Они кажутся странными Если смотреть на них в лабораторных условиях Но на самом деле это имитирует примерно то Чему подвергаются кошки в домашних условиях содержания И, вы знаете, результаты такого изменения в условиях удивительные После того, как вот так непредсказуемо стали менять условия содержания для кошек Частота дефекации за пределами лотка возросла почти в 10 раз В 9 раз возросла частота периодов анорексии Когда животные отказывались от пищи В 6 с лишним раз возросла частота случаев Когда животное не отправлялось из ненадобности в течение суток В полтора раза возросла частота мочеспускания за пределами лотка И мы часто рассматриваем проблемы, такие как дефекация за пределами лотка Мочи и спускания за пределами лотка Как результат одного конкретного стресса или взаимодействия с другими животными Социального конфликта Но в действительности просто наше обычное повседневное поведение является источником постоянного стресса для животного И само по себе может приводить к появлению вот таких вот поведенческих проблем Таких как дефекация и мочеиспускание за пределами лотка И хочу еще раз подчеркнуть, что очень многие проблемы поведения, которые мы наблюдаем у кошек Вызваны на самом деле общим воздействием условий содержания И соответственно их можно разрешить, изменив условия содержания Я хочу подвести итоги, сказать еще раз о предсказуемости Непредсказуемость обстановки увеличивает уровень стресса у кошек И это уже само по себе приводит к часто возникающим проблемам Допустим, отправление естественных надобностей в неположенном месте А теперь давайте поговорим о другом факторе снижения стресса Это контроль Вы все наверняка знакомы с этой идеей и с этим ощущением Что когда вам предстоит что-то неприятное Если вы можете что-то сделать, чтобы изменить ситуацию То это снижает уровень стресса Более того, если у вас просто есть ощущение, что вы сохраняете контроль над ситуацией Уже само это по себе снижает уровень стресса И, наверное, самый распространенный пример, с которым все сталкивались Это визит к стоматологу Если стоматолог хороший, то он перед тем, как начать сверлить, говорит вам Возьмите меня за руку и если будет больно, сожмите руку То есть покажите мне, что вам больно То есть, соответственно, если стоматолог начал сверлить зуб Вы, держа его за руку, понимаете, что если станет больно Вы в любой момент можете прекратить эту боль И если ваш стоматолог не садист, который продолжает сверлить, несмотря на ваши крики Вот этот уровень контроля, или это ощущение контроля Позволяет вам переносить даже более высокий уровень дискомфорта И то же самое можно перенести на обращение с животными Если животное знает, что у него есть возможность уйти из неприятной ситуации То оно с большей готовностью терпит неприятную ситуацию На самом простом примере Когда животное помещают в приют Если в клетке, в приюте дать ему возможность куда-то спрятаться Дать ему еще отдельное укрытие То это снижает уровень стресса и животное гораздо быстрее адаптируется Посмотрите, вот здесь было две группы Контрольная группа и группа, которая предоставлялась укрытие в пределах клетки По вертикальной шкале это оценка стресса Оценка стресса проводилась по объективным признакам позы животного и другие признаки И вы видите, что уже через три дня появляется значительная разница между двумя группами Между контрольной группой животных, которым не предоставлялось возможности спрятаться И животными, которые имели возможность спрятаться И на этом слайде не показано Но достаточно важно заметить, что те кошки, которым предоставлялось укрытие Возможность спрятаться внутри клетки Гораздо больше времени проводили в передней части клетки взаимодействие Общаясь с людьми, с персоналом Чем те кошки, у которых такого укрытия не было Соответственно, кошка, у которой была возможность спрятаться Чувствовала себя более уверенной и смелой И могла подойти к передней стенке клетки и взаимодействовать С людьми И мы можем вот эту вот идею контроля над окружающей средой Для снижения уровня стресса применить в общем и целом Допустим, если у нас кошка, которая испытывает стресс Стресс от внезапного вторжения на ее территорию Незнакомой и агрессивной кошки То, конечно, наша кошка испытает стресс И если у нашей кошки есть место, где она может спрятаться Какое-то безопасное место, куда она может удалиться Для того, чтобы избежать контакта с этим новым животным Это снижает уровень стресса И если смотреть дальше И предоставим кошке не просто укрытие, место, где она может спрятаться от того, что ее пугает Но предоставим ей ощущение контроля над источником пищи И средство удовлетворения ее естественных поведенческих потребностей Допустим, потребностей в царапанье И отдыхе и отправлении естественных надобностей То мы не просто снизим ее стресс Но мы сделаем ее более устойчивой к стрессу Поскольку это животное может спрятаться от опасности И оно контролирует свою жизнь в других ее аспектах Животное становится устойчивым к стрессу И, соответственно, животное устойчивое к стрессу Реагирует на новые внезапные стрессы совершенно не так, как тревожное, испуганное животное Если говорить о бездомных кошках То основным источником стресса для них являются другие кошки Потому что, как я вам позже объясню Кошки организовывают свою территорию таким образом Чтобы минимизировать возможность контакта с другими животными С другими незнакомыми им кошками Но в домашней обстановке источников стресса для кошки Много дополнительных источников стресса Это незнакомые для кошки люди, которые приходят к вам домой Это приход и уход владельца Это изменения в самой окружающей среде Изменения освещенности, температуры, доступности пищи И чем лучше мы сможем организовать кошке предсказуемость условий содержания И определенный уровень контроля над ее жизнью Тем более устойчивой она будет ко всем остальным источникам стресса Контрольная ситуация позволяет уменьшить воздействие непредсказуемой стрессогенной среды А теперь давайте спросим себя Что лучше снижает стресс? Предсказуемость обстановки или контроль над обстановкой? Кто считает, что предсказуемость обстановки лучше снижает стресс? Поднимите руки, пожалуйста Кто считает, что контроль над обстановкой лучше снижает стресс? Хорошо Я сейчас вам расскажу об эксперименте, который был спроектирован Для того, чтобы проверить именно это В этом эксперименте крысу помещали в клетку с полом из металлических прутев К которым было подведено напряжение Соответственно, крыса время от времени получала электрический шок Уровень стресса измерялся замером размера язв желудка, которые возникали у этих крыс То есть оценивали уровень стресса по тому, насколько большие язвы желудка возникали у этих крыс И вы можете себе представить, какой уровень стресса должно испытывать животное Для того, чтобы у него развилась язва желудка Доктор Боон говорит, что в современных условиях повторения этого эксперимента невозможно Поскольку сейчас мы считаем его абсолютно негуманным И этот эксперимент был выполнен очень давно Он приведен в книге 2009 года выпуска Но на самом деле выполнялся этот эксперимент достаточно давно Было три экспериментальных группы Соответственно, три варианта проведения эксперимента Первая ситуация, когда удар электрическим током был совершенно непредсказуем для животного Не было возможности его избежать То есть крысу помещали в эту клетку И совершенно непредсказуемо давали удар электрическим током Во второй группе, соответственно, второй ситуации Животное предупреждали о том, что сейчас будет получен удар электрическим током То есть через несколько секунд до удара электрическим током Зажгалась электрическая лампочка И в третьей группе животное не только предупреждали об ударе электрическим током Но и давали возможность его избежать То есть ему было куда запрыгнуть с пола Для того, чтобы избежать удара электрическим током И если сравнить вот эти три варианта В том случае, если воздействие электрическим током неизбежно и непредсказуемо Размер язвы наиболее большой Если же появляется предсказуемость То есть если животное знает о том, что сейчас его ударят электрическим током То размер язв желудка снижается в пять раз Но если добавить и второе условие Если животное не просто понимает, что будет удар электрическим током Но и может его избежать То размер язв желудка сокращается еще в два раза И вот это, наверное, самый показательный эксперимент Но на самом деле было проведено много экспериментов, которые доказали Что предсказуемость сильнее снижает уровень стресса Чем способность контролировать обстановку И на самом деле это понятно по двум причинам Во-первых, если вы знаете, когда именно случится что-то неприятное То стрессовое состояние у вас наступает непосредственно перед неприятным событием В остальное время вы можете немножко расслабиться И для того, чтобы контролировать ситуацию Прежде всего необходима ее предсказуемость То есть само по себе контроля обстановки недостаточно И резюмируя эту часть, хотелось бы сказать Очень важно создать в клинике и также дома Обстановку с наименьшим уровнем стресса И поскольку для кошки предсказуемость является самым важным критерием окружающей обстановки И поскольку, помещая животное в клинику, мы сразу же лишаем его большой части контроля Потому что животное не может контролировать то, что с ним происходит Оно находится в ограниченном пространстве и с ним выполняют какие-то манипуляции Мы должны это учитывать И сейчас мне хотелось бы рассказать о том, как снижать уровень стресса И как, в принципе, сделать клинику более комфортной для животного А для этого давайте поговорим о том, как кошки воспринимают мир зрительно, зрением Зрение кошек примерно в пять раз менее острое, чем у человека Но при этом кошка гораздо чувствительнее к движению Она гораздо лучше регистрирует движение У кошек очень плохое ближнее зрение Когда кошка готовится прыгнуть на что-то, на свою жертву Последние 15-20 сантиметров этого прыжка Кошка на самом деле полагается на ощущение, на ощущение от вибрис Для того, чтобы понять, где именно находится жертва и хорошо ее схватить То есть, если предмет расположен в 15-20 сантиметрах от морды кошки Кошка не может на нем сфокусироваться И поэтому, если люди внезапно подносят руки очень близко к морде кошки Кошку это пугает, потому что что-то быстро приближается, они не понимают, что Кроме того, кошки очень плохо воспринимают свет красного спектра И поскольку у них световое зрение другое И поскольку они гораздо лучше человека регистрируют малейшие движения Они в окружающей обстановке будут фокусироваться на том, чего мы обычно даже не замечаем И есть еще одна проблема, на которую мы не обращаем внимания Посмотрите, это люминесцентные лампы Вот как они выглядят для человека А вот как они выглядят для кошки У них частота срабатывания порядка 70-80 Гц И кошка воспринимает именно отдельное срабатывание лампы Вот представьте себе, как кошка себя ощущает, если она находится в очень ярко освещенном помещении Где постоянно мерцают источники освещения И последнее на слайде, потому что не нашел достаточно хорошей фотографии для иллюстрации этого Это повышенная светочувствительность кошек Кошки в процессе эволюции развивались так, что их наибольшая активность приходилась на период рассвета и сумерек Потому что именно это период активности их жертв То есть того, что они едят их пищу И именно поэтому они тоже наиболее активны в этот период Это означает, что они гораздо более чувствительны к освещенности И они в гораздо меньшей степени, чем люди, могут регулировать эту чувствительность То есть представьте, при ярком солнечном свете мы можем надеться на защитные очки А для кошки этот яркий солнечный свет еще ярче, чем для нас Почему я об этом говорю? Потому что яркий свет – это то, что люди предпочитают для своей деятельности Это то, что предпочитают ветеринарные врачи в смотровых Но для кошки такой яркий свет может быть стрессовым фактором И вот все это необходимо учитывать для того, чтобы сделать свою клинику комфортной для кошек Помните, я говорил, что кошка начинает испытывать стресс, как только покидает привычное ей место Привычную территорию И один из способов, как кошка определяет территорию как свою Это запах секрета лицевых желез, боковых желез То есть они метят центр своей территории, даже своих людей Когда трутся о них, трутся о них мордой, трутся о них боком И поэтому для того, чтобы снизить уровень стресса И сделать обстановку более привычной для кошки Мы можем поместить в контейнер-переноску ее привычную подстилку То есть мы должны сначала приготовить эту подстилку На которой кошка бы лежала некоторое время Которая бы впитала запах кошки Он говорит, что мой кот, который у меня сейчас Абсолютно не боится ветеринарных врачей И везет в ветеринарную клинику И когда я привожу его в ветеринарную клинику Он просто выпрыгивает из переноски И сразу показывается, и красуется И хочет взаимодействовать с ветеринарным врачом То есть он практически бесстрашное животное Ничего не боится Но вот предыдущая кошка очень боялась визита в ветеринарную клинику Поэтому у нас всегда стоял открытый контейнер для переноски Прямо рядом с вот этим вот комплексом для кошки Чтобы она в любой момент могла зайти в контейнер Чтобы контейнер стал для нее привычным предметом Потому что я живу в доме В котором кошки могут выйти в сад Могут выйти на улицу Поэтому как только кошка видела контейнер для переноски Она исчезала Минимум на 48 часов И единственное, как мы смогли справиться с этой проблемой Это поставить контейнер для переноски в ее комнату Вообще в комнату Где она спала и играла И держать его там постоянно Чтобы не было у нее ощущений Что контейнер доставят только в том случае Если ее повезут в клинику Потому что до этого момента Как только мы доставали контейнер Она сразу понимала, что ее собираются везти в клинику И удирала Если ее все-таки удается поймать То пытаться засунуть ее в контейнер невозможно Она растопыривала все лапы И сопротивлялась изо всех сил Но когда мы решили оставить открытый контейнер Просто в комнате На постоянной основе Кошка постепенно к нему привыкла И со временем приучилась там спать Второй момент Если животное удалось поместить в перевозку То можно, скажем так Не дать животному понять Что его возят со знакомой территории Для этого нужно перевозку просто закрыть Если животное уже привыкло к контейнеру Если кошка считает, что это привычная часть Ее домашней обстановки И она спокойно заходит в контейнер Если у контейнера привычный запах В нем лежит привычная подстилка И, кстати, привычный запах Можно усилить, побрызгав контейнер Стреем филивей И если этот контейнер накрыть Чем-то, не пропускающим свет И имеющий знакомый для кошки запах Это может быть полотенце, которым вы воспользовались После душа Это может быть одежда владельца То кошка, она не поймет, что ее забирают С привычной территории Потому что она не видит, что окружающая обстановка Меняется, а запахи остаются привычными Теперь, как привезти животное в клинику на машине Контейнер нужно помещать в машину В закрытом виде И самое безопасное место для контейнера Это за пассажирским сидением Вот в данном случае это именно пассажирское сидение Потому что у них правороленные машины Не стоит ставить контейнер животным на сидение Потому что если придется резко затормозить Контейнер может слететь с сидения, перевернуться Вот это фотографии из клиники Королевского ветеринарного колледжа В которой я работаю И нам повезло У нас достаточно большая зона ожидания Для владельцев с животными И мы особым образом организовали Зону для ожидания владельцев именно с кошками Так, чтобы кошки не видели других животных Ни собак, ни кошек Мы просто поставили вот такой вот экран Который не дает животному в переноске Увидеть другое животное в переноске Допустим, если человек сидит напротив И забеспокоится Потому что упорный зрительный контакт Это один из способов запугивания у кошек Поэтому, если владелец сидит, допустим, на этом сидении Держит контейнер на коленях И кошка видит другую кошку в контейнере Буквально на расстоянии одного метра Они смотрят друг на друга напряженно Это большой источник стресса Что мне не нравится Вот в этой зоне ожидания Это то, что она расположена прямо с большим окном Она очень хорошо освещена В идеале она должна бы быть более темной Но поскольку мы все равно рекомендуем владельцам Держать контейнер накрытым Мы надеемся, что это не такая уж большая проблема Скорее всего, в ваших клиниках нет такой большой зоны ожидания На самом деле, в Великобритании это тоже большая редкость Поэтому, может быть, не могу рекомендовать сделать зону ожидания именно такой Но можно выделить, допустим, какой-то уголок зоны ожидания Именно для кошек и показать владельцам, что вот здесь ждут только владельцы с кошками Собаки сюда подходить не должны Или, может быть, стоит разнести назначение по времени Если вы принимаете людей по записи То пусть на одно время записываются владельцы кошек И на другое время записываются владельцы собак Но еще одно простое решение Если вдруг есть какой-то конституционный кабинет Который в данный момент не используется, простаивает То владелец кошки может отнести свое животное Легко подверженное стрессу Тревожное животное В этот отдельный кабинет И ждать там, а не в общей зоне ожидания И несмотря на то, что мы всех владельцев предупреждаем Что контейнер с кошкой должен быть постоянно чем-то накрыт Некоторые нас не слушаются И привозят кошку в более-менее открытом контейнере Мы поэтому сделали освещение коридора в клинике По которому проходят владельцы с животными Более тусклым Потому что кошки, чье зрение приспособлено к активности в период сумерек Мы не хотим подвергать их воздействию слишком яркого света И то же самое верно для смотровых Представляете, если кошку из закрытой перевозки Достают в ярко освещенную смотровую То есть из темноты на яркий свет У нее при этом зрачки-то расширены И вот этот вот яркий свет Это очень неприятное, болезненное ощущение С которым кошке трудно справиться Кошку это очень обеспокоит Поэтому, когда мы осматриваем кошку Мы отключаем основное освещение И используем точечные светильники Направленные в потолок И тогда получается, что кошка из темного контейнера Выходит в слабо освещенное помещение И с гораздо большей охотой выходит из контейнера сама И мы всегда советуем владельцу Оставлять контейнер накрытым Чем-то знакомым для кошки Пусть это будет, допустим, куртка хозяина Или какое-то одеяло из дома Полотенце из дома Чтобы кошку окружали знакомые запахи Если кошка из контейнера вышла И стоит уже или лежит на столе Можно постепенно повернуть точный источник освещения Направить его на кошку Для того, чтобы можно было ее лучше осмотреть Но на самом деле во многих случаях Даже вот такого тусклого освещения достаточно Потому что наше зрение приспосабливается И нам такого света достаточно для того Чтобы нормально смотреть животное Исследования показали Что непредсказуемые шумы Допустим, громкие звуки Крики, лай собак Тоже являются очень стрессогенным фактором для кошки Поэтому мы стараемся максимально снизить уровень шума И, кроме того, мы запрещаем кому-либо входить в смотровую После того, как животное вышло и успокоилось Он говорит, что в Великобритании есть такая тенденция Что если вдруг кто-то позвонил по телефону То на телефон нужно обязательно ответить Телефонный звонок важнее всего остального То есть позвонил, допустим, клиент И этот звонок сразу же переводит в смотровую Для того, чтобы врач, который в данный момент Осматривает другое животное Мог взять телефон и ответить И именно это может напугать животное осматриваемое Оно запаникует, оно будет в стрессе И с ним будет сложно работать Я хочу показать вам фотографии наших палат Помещений, где содержатся кошки в стационаре Вот это отделение для кошек состоит из двух помещений Слева вы видите помещение, где кошки содержатся в стационаре А справа процедурное Дверь в стационар постоянно закрыта, заперта Невозможно пройти в стационар Кроме как через процедурную Таким образом мы избегаем возможности того Что шумные студенты будут хлопать дверьми Громко разговаривать Ходить в стационаре в стационаре Совершенно непредсказуемо И на дверях процедурной У нас висят соответствующие информационные плакаты Для того, чтобы и студенты, которые приходят Ну и персонал клиники тоже И владельцы животных, которые иногда заходят в процедурную Знали, как именно себя вести Во-первых, висит предупреждение Что заходить в эти помещения нужно только при крайней необходимости Кроме того, есть информационный плакат С признаками стресса у кошки И показан того, как вести себя С напуганным животным С животным в стрессе И это не просто напоминание персоналу Который в очередной раз наталкивается взглядом на плакат И вспоминает, что здесь я должен вести себя по-другому Не так, как в других помещениях Но это также очень хорошо с точки зрения владельцев животных Которые видят этот плакат Понимают, что к их кошкам здесь относятся очень серьезно И вот это процедурное Соответственно, все необходимое оборудование Для стрижки, выбривания волос Для стрижки ногтей Для забора анализа крови Все стоит здесь И вот в этой процедуре Свет может быть достаточно ярким Но он также приглушается И вот как раз слева Дверь в стационар для кошек Завешенные клетки Завешенные клетки Это ближайшие к двери клетки То есть там животные Которых чаще всего беспокоят проходящие люди Поэтому клетку закрывают полотенцем Или одеялом сверху Но мы постоянно проверяем уровень стресса у всех кошек Если мы видим, что у какой-то кошки уровень стресса, тревожность растет Мы закрываем ее клетку для того, чтобы она не видела движения Для того, чтобы она не видела посторонних людей Для того, чтобы в клетке было тише и темнее Кошки содержат у нас в стационаре Обычно около недели, 7-10 дней Иногда на несколько недель их привозят Поэтому в стационаре у нас очень строгий режим То есть предсказуемая для кошек обстановка Все происходит строго по часам С ними взаимодействуют одни и те же люди Предсказуемое кормление Предсказуемая температура Предсказуемый уровень освещенности Кроме того, мы очень серьезно относимся к запахам В частности, мы широко используем спрей филивей Для того, чтобы сделать среду более комфортной для кошек Потому что филивей – это синтетический аналог Секрета лицевых желез кошек К которым они помечают свою основную территорию Мы также тщательно подбираем Все препараты для очистки Которые мы пользуемся Моющие средства Вот в данном случае справа у нас Средство для дезинфекции рук На основе спирта И обычно его наносят на руки Перед тем, как перейти к другому животному Для того, чтобы сохранить определенную гигиену Но проблема в том, что большинство кошек Очень негативно, отрицательно реагируют На запах изопропилового спирта И вспомните, что кошки очень плохо видят вблизи И при этом у них очень хорошее обоняние Если вы только что нанесли Это дезинфицирующее средство на руки И этими руками тянетесь к кошке То это кошку пугает Поэтому да, мы используем дезинфицирующее средство На основе спирта Но чаще всего мы потом его смываем С помощью вот такого мыла Без запаха Для того, чтобы не смущать кошек запахом Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать Это о том, как проводить манипуляции с кошкой Когда она находится на смотровом столе То есть мы постарались снизить уровень стресса кошки На всех этапах С момента, когда ее увозят из дома И как ее везут в ветеринарную клинику И когда она ждет в приемной И как ее поместили в смотровую И дали ей возможность успокоиться И выйти из контейнера Но несмотря на все это Сам по себе осмотр для многих кошек Я научился правильно осматривать кошек Самым сложным способом Или самым тяжелым способом Мои первые несколько лет работы Пришлись на две ветеринарные клиники Где я работал в ночную смену То есть получалось, что после работы Я в течение семи дней работал в ночную смену Как врач Врачной отложки Да, врачной отложной помощи То есть я там работал один Некому было помогать И часто получалось так, что К нам привозили животное После, допустим, того, как его сбила машина Или какой-то аварии И даже владельца с ним не было И, соответственно, если мне нужно было Осмотреть животное Забрать анализы крови Дать животному какое-то лекарство Все это приходилось делать самому И вот такой сложный опыт Научил меня очень хорошо Обращаться с кошками Я уверена, что Многие врачи через это проходят И если уж умеешь Обращаться с такими животными То любое животное тебе по плечу И я придерживаюсь вот таких вот правил На самом деле они выработаны не мной Но правила очень хорошие Во-первых, необходимо Не полностью ограничивать Свободу движения кошки То есть у кошки должна сохраняться Некоторая свобода перемещения По смотровому столу Нужно постараться не удерживать кошку Насильно до того момента Как нужно провести Именно саму манипуляцию То есть ваши руки Постоянно находятся на кошке Вы ее придерживаете Чтобы она не спрыгнула со стола Более-менее направляете ее В ее движениях по столу А потом, когда вам нужно что-то сделать Допустим, посмотреть ей Ротовую полость Вы ее берете более крепко Открываете ротовую полость Смотрите и все После этого немножко отпускаете И именно вот такой способ Обращения с обычным Дружелюбным животным Позволяет ему не пугаться И не накапливать Уровень напряженности Так что животное становится Все более и более напряженно А потом, в конце концов, взрывается Но бывает, что вы следовали Всем этим правилам А животное все равно Очень сильно нервничает Очень сильно боится Как с ним справиться Сейчас мы покажем вам Короткий видеоролик О том, как работать С такими припуганными животными Этот ролик был записан Доктором София Йин Которая, к сожалению Недавно умерла Но вот здесь она показывает Как она обращалась Со сложными животными В данном случае показан Дикий бездомный кот Бездомный кот Который попался в ловушку Для бездомных животных Обратите внимание Как она накрыла Переноску полотенцем Даже крышку полностью Еще не сняли Она уже провела туда полотенце И она полностью закрыла Кота полотенцем Вы видите, да? То есть кот не видит Ничего, что происходит И таким образом Кот вас не искусает Не поцарапает Тем не менее Вы можете выполнять Какие-то манипуляции Под полотенцем Допустим, можно провести Тостотоскоп И послушать сердцебиение Можно достать лапу животного Забрать у него анализ крови То есть вот еще один способ того Что можно сделать С животным Когда ничто остальное Не сработало Это ограничение Подвижности животного Но самым мягким И, скажем так Гуманным Не стрессовым способом Какие можем сделать выводы? Очень важно Минимизировать стресс На всех этапах Начиная с момента Когда животное Выносит из дома Приглушенный свет Тихие звуки Предсказуемая обстановка Все это позволяет Животному быстрее адаптироваться Это позволяет Быстрее успокоиться Когда оно уже принесено В клинику Ну и затем Быстрее адаптироваться В стационаре И необходимо помнить Что вот Сам тот факт Что животное перемещается Из привычной ему обстановки В какую-то незнакомую обстановку Вот сам этот факт Является для животного Большим стрессом Поэтому мы стараемся Снизить У животного Ощущение того Что оно попало В незнакомую обстановку И если все это сделать правильно То мы снизим Необходимость использования Допустим Физического ограничения движения Большое спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok